Гарик Медиа представляет Мушрик Медиа представляет В вопросах в этой теме, какие-то вопросы, которые единогласны среди аглюсуна, я никакого хиляфа в этом вопросе никогда не встречал. Например, что Тавасуль дозволен, что подавляющее большинство сунистских факыхов, четырех мазабов, говорят о желательности Тавасуля через пророка, саллиллаху али вассалям. То есть, когда ты просишь Аллаха и говоришь, Аллах, даруй мне это ради пророка Мухаммада, саллиллаху али вассалям. То есть, это дозволяется. Некоторые передаются нежелательность от имама Буханифы некой словесной форме Тавасуля, то есть, биджахи Мухаммад, например, что есть какой-то джах, который обязывал бы Аллаха к какому-то действию. Это связано не с нежелательностью самого Тавасуля, а именно в той форме, в которой он произносится. Мы скажем, что просьба к Аллаху посредством высокого статуса пророка, мир ему и благословения Аллаха не имеет основы в религии и не дозволена в шариате. Этот вид Тавасуля относится к нововведениям. Сподвижники пророка, мир ему и благословения Аллаха, не делали такой Тавасуль при его жизни, а просто просили его сделать Аллаху дуа за них. И никто из сподвижников не говорил, «О Аллах, я прошу тебя посредством достоинств пророка, взываю к тебе посредством великой степени пророка» или «прошу тебя посредством личности пророка». В Сахихе Аль-Бухари приводится хадис об Умаре ибн Аль-Хаттабе от Ибн Аббаса, который передал, что Умар сказал, «О Аллах, мы просили не спаслать нам дождь посредством твоего пророка Мухаммада и получили дождь. О Аллах, мы просим не спаслать нам дождь посредством дяди твоего пророка Мухаммада. Встань, Аббас, и попроси для нас дождя». Умар ибн Аль-Хаттаб просил не спаслать дождь через дуа Аббаса. Но если бы было дозволено делать тавассуль посредством высокого достоинства пророка, Умар, да буди доволен им Аллах, не применул бы им воспользоваться. На основании этого скажем, что тавассуль посредством достоинств и высокого положения пророка или личности пророка не имеет под собой основы и не относится к религии Аллаха. Напротив, это нововведение, и нам неизвестно, чтобы кто-либо из праведных предшественников совершал тавассуль посредством высокого статуса или достоинства пророка, мир ему и благословения Аллаха. Мы скажем, что такой вид тавассуля является запрещенным нововведением, которое недопустимо, а всё, что является средством ширка, относится к малому ширку. Тавассуль посредством высокого статуса пророка, мир ему и благословения Аллаха не приблизит человека к Аллаху и никак ему не поможет. Если кто-то хочет сделать своим средством приближения к Аллаху пророка, пусть скажет, «О Аллах, я добиваюсь твоего расположения посредством моей любви к пророку, мир ему и благословения Аллаха. Я взываю к тебе посредством своего следования сунни твоего пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха». Такой тавассуль относится к тавассулю с помощью благих дел. Разрешённый тавассуль имеет три разновидности. Первый — посредством имён Всевышнего Аллаха. Когда человек обращается с дуа к Аллаху, используя его прекраснейшие имена. Второе — при помощи атрибутов Всевышнего Аллаха. Например, «О Аллах, я прошу тебя по твоей милости, тем, что ты Аллах, единый, самодостаточный». Третье — тавассуль при помощи благих деяний, о чём упоминается в истории людей, которые укрылись в пещере, затем вход в пещеру завалило, и каждый из них стал взывать к Аллаху посредством своего благого дела. Один просил посредством своего почтительного отношения к родителям. Другой — посредством того, что выполнил свой аманат и выполнил права других людей. А третий — что проявил целомудрие, когда имел возможность сделать грех с дочерью своего дяди. И каждый из них взывал к Аллаху посредством своего благого дела. Здесь мы скажем, допустимый в шариате тавассуль — это тот, что связан с благим делом, но не тот, что происходит посредством высокого положения пророка. Пророка возвеличил наш Господь и даровал высокий статус посредством этой религии. Поэтому, если мы хотим делать тавассуль через пророка, то допустимо будет сказать, «О Аллах, мы просим Тебя посредством нашей любви к Твоему пророку Мухаммаду, нашей веры в Твоего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Это благое дело, которое относится ко мне. Я делаю тавассуль посредством своего благого дела, моей любви к пророку». Что касается того, что делают многие люди, говоря, «О Аллах, я обращаюсь к Тебе через Твоего пророка Мухаммада», то такой тавассуль является нововведением, не имеющим под собой основы. И это запрещенный тавассуль, который недопустим. Также я никогда не встречал разногласия в рамках Аль-Усуна о дозволенности просить шафаат у посланника Аллаха, саллиллаху али-вассалям, возле его могилы. То есть, акида Аль-Усуна, что пророк, саллиллаху али-вассалям, жив, и он слышит то, что люди говорят возле его могилы. И поэтому, если человек приходит к могиле посланника Аллаха, саллиллаху али-вассалям, и говорит, «О посланник Аллаха, дай мне шафаат, заступись за меня в судный день», не встречал я никаких мнений, которые бы это запрещали бы, говорили бы, что это является ширком, вводящим из ислама. То есть, ташафу, то есть, просить у посланника Аллаха, саллиллаху али-вассалям, с заступничества возле его могилы. Значит, следующее, это просить о дуа у умерших возле их могилы. То есть, какой-то аулия, например, могила Ма'руф аль-Кархи, прийти к этой могиле и сказать «О ма'руф аль-Кархи, сделай за меня дуа». То есть, ты не просишь «О ма'руф аль-Кархи, дай мне то-то, значит, даруй исцеление моему ребенку» и подобные вещи. А ты просишь у него, чтобы он сделал дуа Всевышнему Аллаху в исполнении той просьбы, которая у тебя есть, той нужды, которую ты хочешь, чтобы она была выполнена. Вот эти три формы, как мы считали их дозволенными и законными в шариате, так и считаем, никаких доводов, указывающих об их запретности, я не встречал. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье и всем сподвижникам. Мы все знаем, что Всевышний Аллах отправлял своих посланников и неспосылал священные писания, чтобы призвать людей к поклонению лишь ему одному. Всевышний Аллах сказал, «Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Также он сказал, «Мы отправили к каждой общине посланника, поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута». Также Всевышний сказал, «Мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же никому наряду с Аллахом». Это и было призывом всех посланников, начиная от Нуха, мир ему и благословения Аллаха, и заканчивая Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Поклонение одному Аллаху, не предавая ему никого в сотоварищи, будь то ангел или пророк. И что только Аллах достоин того, чтобы ему поклонялись, и это право не принадлежит никому более. Как сказал Всевышний, «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме него». Также сказал, «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к нему сотоварищей». Мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же никому наряду с Аллахом. Таким образом, только Аллах имеет право на то, чтобы ему поклонялись и никто более. И кто молился или поклонялся кому-то еще, кроме него, слава ему, тот совершил великий щирк. А Всевышний сказал, «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиенна, и у беззаконников не будет помощников». Ширк – это когда ты приписываешь творению некоторые качества Творца. И если ты приписал творению какие-то из этих качеств, то ты этим совершил ширк. Ширк может быть связан с господством Аллаха, с его божественностью и его именами и качествами. Кто молится кому-то, кроме Аллаха, или уповает на него, или взывает к нему о помощи в тех вещах, на которые способен лишь Аллах, тот совершил великий ширк. Взывание о помощи к творению можно поделить на две категории. Взывание к живому и взывание к мертвому. Что касается взывания к мертвому, то это великий ширк. Так как мертвый уже прекратил свою деятельность, не может ни принести пользу, ни навредить. И кто взывает о помощи к мертвым или молится им, тот совершает великий ширк, согласно консенсусу мусульман. И этому противоречат лишь многобожники, которые поклоняются еще кому-то наряду со Всевышним Аллахом. Что касается единобожников и мусульман, то они единогласны в том, что тот, кто взывает к мертвым о помощи, совершает тем самым великий ширк. Что касается просьбы о помощи к живым, то оно разрешено при определенных условиях. Всевышний Аллах сказал, тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему. Таким образом, если попросить о помощи сотворенного при условии, что он живой, находится рядом, может помочь и просьбы не относятся к тому, что под силу лишь Аллаху, например, ты тонешь и просишь человека «помоги», и он тебе помог, то такая просьба о помощи не является ширком, потому что человек живой, находится рядом и может оказать помощь. Но если ты попросишь живого сотворенного о том, что под силу лишь Аллаху, то это уже относится к великому ширку. Например, ты просишь живого человека «прости мне грехи». Здесь мы скажем «прощение грехов под силу лишь Аллаху». И если ты просишь творение о том, чтобы оно простило тебе грех, или спасло тебя от ада, то ты просишь то, что под силу лишь Аллаху. Что касается взывания о помощи к мёртвым, то это однозначно великий ширк. Потому что мёртвый не жив, не находится рядом и не может помочь. И если ты, например, утопая, начинаешь взывать к мёртвому «помоги», то этим самым ты совершаешь великий ширк. Потому что мёртвый не может ни навредить, ни принести пользу. Так как это религия многобожников, это религия Абу Джахля и Абу Лахаба. Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха был послан к этому народу, они молили о помощи своих святых, таких как Аллят и Урзза. Просили о помощи деревья и камней и поклонялись им наряду с Аллахом. Поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал им «Скажите, нет божества, кроме Аллаха». То есть поклоняйтесь только Аллаху и не обращайтесь с просьбами никому, кроме Него. Не молите о помощи никого, кроме Него, великон исламин. Ибо тот народ молил о помощи своих святых, их могилы, камни, деревья, молился Аллату, Аль-Уззи, Манату и делал истигасу. Истигаса – это просьба о помощи. Поэтому мы говорим, что просьба о помощи к мертвым относится к великому ширку, который выводит человека из лона ислама. Кто возвал к мертвым о помощи, независимо о какой именно, даже если при жизни этот человек мог оказать такую помощь, после смерти он уже на это не способен. Например, если человек попросил мертвого накормить его, то мы скажем ему, «Ты совершил великий ширк». Это и есть религия многобожников, в котором был послан Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Это также религия всех многобожников, начиная от времен Нуха и до времен Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Они взывали о помощи к мертвым, взывали их своим идолам и истуканам и молились им наряду с Аллахом, слава ему. Идолы Уадз, Суа, Ягус, Ярук и Наср были на самом деле изображениями праведников. И их народ молился им, прося у них о помощи во время несчастья. За это Аллах назвал их кафирами. И также назвал кафирами всех многобожников, подобных им. Это и есть значение запрещенной истигасы. Так как истигаса – это вид поклонения, который должен быть обращен только к Аллаху. Просить о помощи Сотворенного можно лишь тогда, когда он жив, находится рядом и может помочь. И если не будет одного из этих условий, то такая просьба будет уже ширком. А тот, кто делает это, станет многобожником, который совершает большой ширк. Спасибо за внимание. И sangat субтитры считалominH большой мир. Продолжение следует...